заходим все обратно да мы сейчас прям вот просто закончим до минут еще пять десять так вижу где было я пока дорогие мои ингредиенты могут быть какие угодно вместо лимона да может быть апельсин так присоединяем у нас все сохранилось все супер отлично отлично покажите вашу красоту они я просто не успела там вот пока писал как обычно вообще я обычно это все вываливаю в миску перемешиваю в миске ну вот у меня в миске она стоит смысле незакрытая крышка и не 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 в миске просто чтобы она перемешать что здесь она слоями у меня перемешать это это на самом деле не важно вместо лимонов или часть лимонов можно заменить апельсинами грейпфруктами любыми цитрусами потому что там тоже невероятное количество и антиоксидантов и витамина c и так далее так далее вот что еще можно розмарин сюда очень хорошо веточки розмарина очень хорошо сюда идет чебрец вот я его положила да я очень люблю чебрец прям вот кладу везде где могу даже можно острый перец на самом деле можно по желанию вот сколько вы можете ну вот выдержать я кстати вот тоже я как бы он в рецепте как бы есть вот в этом ну как бы ну скажем так кто там автор этого рецепта можно парировать да это же не важно я не очень люблю вот перец перец не очень люблю поэтому для меня это слишком горячо но вы знаете можно черный перчик положить можно черный перчик положить потому что он очень хорошо тоже действует плюс если вы с куркумой ну да уже перец куркумой это очень хорошо вот я видела там вопрос был да как значит блуждающий нерв связан с сидром да значит смотрите да как бы как он связан ну во первых как бы скажу такую вещь да кстати у нас есть там вот в чарте там есть рецепт тоже тоника блуждающий как бы тоник для активации блуждающего нерва смотрите как любой орган да ему нужны нутриенты да то есть это как он он живет как бы за счет еды тоже да то есть хотя кстати хочу сказать что ублуждающего нерва у единственного нерва у которого окончания на 80 процентов они сенсорные окончания да то есть оболочка сенсорная и только 20 процентов она тоже не сенсорная то есть он очень сильно реагирует как на эмоции на состояние да то есть он считывает вот эти эмоции да но конечно как любому органу как любому органам нашего тела ему нужно питание поэтому смотрите что любит блуждающий нерв блуждающий нерв очень любит клетчатку да и здесь вот есть как раз в этом рецепте сочетание клетчатки там есть кинза особенно он любит очень как бы кинза вообще-то очень великая вещь для блуждающего нерва поэтому это как бы ну скажем так как бы материала с которого он питается поэтому как он связан с блуждающим нервом значит синдром посмотрите здесь все что связано со снижением воспаления да все что снижает воспаление да я уже говорили в самом начале про воспаление абсолютно абсолютно и как бы если снижается воспаление допустим вы испытываете какое-то ну там знаете вот там не знаю что-то побаливает где-то суставы, где-то еще, где-то голова болит. Это значит, есть такое воспаление. Значит, если мы уменьшаем воспаление, то мы, естественно, помогаем блуждающему нерву, да, знаете, как сказать, проснуться, да, ой, а может быть, все как бы, все не так плохо. Поэтому, конечно, это как бы, ну, две части, мы как бы с двух сторон. Вот вы говорили, Аня, по вопросу про микробиом. Да, действительно, микробиом влияет на блуждающий нерв. Ну и блуждающий нерв влияет на микробиом тоже. Вот она, замечательная красота. Да-да-да-да. Вот такая красота, поэтому я как бы очень надеюсь, что как бы у тех, кто с нами сегодня присутствовал, да, хватит терпения это сделать, да, то есть, ну, здесь на самом деле терпение. Да, сделать, потому что ничего такого тут нету. Вот смотрите, две луковицы, да, у меня ушло там несколько, две головки чеснока, ну, как бы никаких сильных суперингредиентов никаких нету, да, все ингредиенты у нас даны. Плюс вот эта вот, вот эта вот вся микстура, да, она получается как и при простудах, и при респираторных заболеваниях, да, особенно если у вас там хрен есть, потому что, ну, если кто-нибудь когда-нибудь из вас сделал, ну, тер хрен, он знает, о чем я говорю, да, там прочищается все до, я думаю, самого низа, потому что дышать невозможно. Это замечательная, гениальная вещь, хрен. Как пить, спрашивают, как пить до еды, во время или после? Ну, вот я не вижу, как будет. Мне кажется, на голодный желудок, мне кажется, не очень. Тут нужно смотреть точно так же, как и все вообще, в принципе, да, потому что тоже не всем, например, подходит вода с лимоном с утра. Ну, вот не всем. У кого есть, например, какие-то там трудности, проблемы, вот наоборот, ухудшат состояние. То есть нужно сначала решать проблемы там с фазустным нервом, с кишечником, а уже потом этим заниматься. Смотрите, пить, если просто для профилактики, да, прям вот столовую ложку раз, я думаю, что после еды можно, потому что попробуйте, да, до еды, попробуйте на голодный, как у вас отреагирует вообще кишечник. Мне тоже кажется, что вот столовая ложка этого совершенно достаточно. Ну, опять же, да, если, допустим, вы чувствуете уже какие-то симптомы, то, конечно, здесь и как бы, ну, как бы вы это... Это уже можно раза три в день. Да. Причём после того, как мы это процедуем. То есть мы сейчас ставим это в тёмное место, будем потряхивать чуть-чуть, да, вот так вот, ну, если вспомним. Но на хотя бы три недельки оставьте. Потом это процеживать. Я покажу вам, как я делаю из этого... Да. Этих ингредиентов всех, да, что я с ними делаю. Ой, слушайте, вот это очень интересно, да, нужно будет... Мы процедили, да. Это вот в процеженном состоянии оно может держаться, ну, точно больше года. Я по опыту знаю, точно года два-три. Ну, в принципе, что может случиться с ума? Да, ничего, ничего. То есть это только такой, знаете, заряженный уксус получился. Абсолютно, да. То есть для того, чтобы... То есть получается вытяжка уксусная. То есть вся вот эта вот красота, которая там находится, ингредиенты, это получается вытяжка. Смотри, через три недели, да, через три недели просто встретимся в эфире. Всё, всё верно. Да. Вот. Можно будет добавить, например, потому что детям тоже это хорошо добавить, для иммунитета, для поддержки, для укрепления. Да, я, например, своему точно давала. Что добавить, Аня, прочитала, а что добавить можно? После того, как мы процедим, можно добавить и мёд. А, мёд, да, да, да. Мёд хорошего качества, конечно, понятно, не гретый, там какой-то хороший со всеми энзимами и так далее, да, с ферментами. Вот. Можно добавить мёд, чтобы было, ну, лучше, ну, легче, приятнее пить. Не знаю, мне и так хорошо, но он такой ядрёный получается. Да, ну, понимаете? Ингредиенты сами за себя говорят. Особенно, если у вас там хрен и острый перец, ну, получается очень гидрёный. Пробивает всё абсолютно, то есть, там, респираторные заболевания, все заложено. Да, да. Шансы нести. Я бы даже, знаете, вот сейчас, вот в этой ситуации, да, допустим, если вы даже не испытываете никаких симптомов, то, в принципе, вот эту столовую ложку, так вот, вместо того, чтобы разбавлять вот уксус, да, можно его столовую ложку разбавлять водой, да, и выпивать его, как бы, утром, вот для такой вот профилактики, да? Можно, да, 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 можно. Что там с вопросом? Да, подождите, сейчас вопрос был. Как мне сюда вернуться? Как принимать? Так мы-то мы сказали. Можно рецепт, да, рецептик. Смотрите, у нас в профиле у меня, вот как раз последний пост, там рецепт, ой, нет, не последний пост, рецепт у меня есть в профиле, я ещё раз кину его в сториз. У меня есть рецепт в профиле тоже. Как бы есть. Да, тоже есть. Вообще, на самом деле, цепок, ну, очень много, да. Я его ещё скину в сториз. Абсолютно, да. И ещё, знаете, что хотела сказать, что как бы можно экспериментировать, да, вот смотрите, сегодня я добавила туда, у меня была облепиха и брусника, да, добавить облепиху и бруснику. Может быть, там корица, может быть, это что-то ещё, да, может быть, это сафран, может быть, это картика. То есть всё, что вот как бы, знаете, можно экспериментировать. Орегано. орегано, кстати, да, очень хорошая вещь есть свеженькая орегано туда раз его я делала, кстати, очень получается хорошо, так что делитесь тоже что вы туда добавляете, да и если у вас как бы пачка это сделать и потом как бы попробовать, то напишите мне очень интересно, ну вот как бы личный опыт, когда вот уже ну как бы дойдете до его использования, употребления скажем так, да, ну вы знаете, что я, наверное я, наверное, в сторис это проконтролирую да, это было бы хорошо контролирую в сторис, как вообще даже, может быть, устрою какой-нибудь конкурс кто самый красивый, самый интересный, да, было бы интересно, если вот такой как бы, да, такой рецепт и как бы как вот увидеть это, да, они могут быть разные поэтому вот, ну, собственно говоря этим оно и хорошо, короче говоря, вставим это в темное место было очень интересно сегодня огромное спасибо Ань, спасибо, да, очень тоже тема такая вот прям очень интересно, подумай, может быть, еще как-то встретимся что-то еще интересное придумаем на эту тему потому что на самом деле тема вагустного нерва вот, ну, интересно, заходите к Ола в прямую, в этот, в шапку профиля там посылочки, да, рецепт, не рецепт, а видеоактивации правильно я поняла вагустного нерва и вебинар будет, правильно? Да, будет вебинар, загружайте вот эту технику, кстати, на вебинаре там, по-моему, у нас тоже есть подарок, там есть как снять паническую атаку за три минуты, да, техника будет вот, она к вебинару как бы, да, вот там привязана к вебинару, привязана, да это техника мгновенной активации блуждающего нерва, конечно как любая, ну, как бы, знаете такая техника мгновенной активации конечно, она там, ну, скажем так не решит все задачи, но что она дает, и я знаю, допустим по тем, кто уже ее пробовал как бы, люди говорят о том, что знаете, вот, ты впервые начинаешь ощущать, что вот ты можешь своим, ну, как бы физиологией своей управлять как выключатель, знаете, вот переключить раз, и переключил себя, да контроль дает вот контроль дает такой, да и поэтому многие ее используют сейчас вот как, знаете, как альтернативу для того, чтобы вот, ну, возникла какая-то стрессовая ситуация или какая-то тревожность и ты ее сделал, и ты, знаете вот, почувствовал, что ты вот себя поставил на паузу вот это как бы, мне кажется всегда очень хорошо всегда хорошо, а тем более вот в нашей сегодняшней, да, ситуации поэтому очень, как бы, да, спасибо, Ань, да спасибо за приглашение да, замечательно, короче, ты делайте нам рассказывайте я вас проконтролирую в сторис обязательно и мы потом поставим посмотрим это через три недели как это вообще будет выглядеть и что с этим делать то есть я прям в прямом ретире сделаю рецептик с вами а он потом станет коричневым, да, после этого не обязательно, но он тут у меня очень долго стоит вместе, я ничего не процеживала он как есть, так и есть потом, ну, не буду говорить сколько очень долго стоит, вот, потому что у меня еще есть то есть я, ну, периодически делала когда смогла, могла достать именно хрен вот, сейчас я знаю, где его достать может проще вот, как-то хоть он и сорняк но почему-то его достаточно сложно было достать но когда я его доставала я наделывала прям много поэтому у меня достаточно много да, сравним тогда, что будет через, да, через три недели ну что ж, я была очень рада спасибо еще раз, Аня, за приглашение я была очень рада познакомиться со всеми, кто как бы принял здесь участие еще раз жду вас на вебинаре если вас эта тема заинтересовала вы хотите углубиться позже загружайте вот эту технику мгновенной активации и вообще, в принципе и теперь имейте в виду что есть блуждающий нерв и именно он как бы является таким секретным ключиком как-то иммунным заболеванием у меня у клиентов проходит псориазы, дерматиты, экземы артоидные артриты да, да, да это все начинается с блуждающего нерва поэтому как найти меня можно черепик вот черепик лайв там у Ани есть там ссылка на мой канал да, в посте есть я еще в сторис кинул что мы вместе и конечно всем здоровья оставайтесь здоровыми и используйте это время вот для таких вещей мне кажется, что здесь все витамины С и Д вместо того, чтобы их заказывать знаете, там где-то они произведены где-то там вот вам еще один суперфуд да, вот это суперфуд да однозначно суперфуд а кто делает свой уксус так вообще замечательно да, ну все я тогда буду прощаться да, я там немножечко еще там поболтаю со своими там да, хорошо, да всего хорошего да, до свидания огромное спасибо замечательного дня до свидания да девочки и мальчики дорогие мои я еще пару минут с вами проведу ну вы понимаете, да что я не могу просто так уйти не сказав что вот эта вот вся красота да во-первых, еще раз немножечко вам скажу да, что разнообразные можно ингредиенты да, да не зацикливайтесь на том списке который дан у меня в рецепте я еще раз рецептик скину делайте объявлю какой-нибудь конкурс или что-нибудь в этом роде да, да на вот интересный рецепт интересную интересную комбинацию да смотрите можно например, яблочный уксус да, вот Маша зашла привет, Маша Маша делает сама свой собственный уксус да, то есть можно уксус самим сделать то есть это несложно занимает время естественно как и любая ферментация да, то есть в принципе вот это вот не ферментация да, то есть вот это вот не ферментированный продукт вот это больше вытяжка да кстати частенько на форумах на форумах на группах в фейсбучных группах по ферментации вот за такое баня да, то есть вот это вот выставлять нельзя типа это не ферментация вот ну это не важно мы с вами про все вместе про иммунитет про здоровье да, поэтому уже я включила иду вы знаете что у меня рецепт есть значит уксус можно самим сделать их несколько в разновидности как это можно сделать да сюда можно например если нету у вас там например если идет сезон да чеснок чеснок сюда любой можно можно зеленый чесночок сюда бросить можно дикий чеснок да вот этот вот есть листовой такой он уже прошел у нас вот не знаю как он называется по-русски как-то есть название я не уверена потом значит лук тоже разнообразный можно можно и красный можно сделать да то есть не ограничивайте себя вот количеством ну вот этих набором ингредиентов каенский перец либо какой-то другой острый перчик а если острый перчик не очень идет я например стукой сюда бросила да можно сюда и порошок в принципе бросить я ну порошки не очень если честно вот можно например если это для детей или там вы не любите острый перец да кокола например можете сюда добавить черным горошком черный перчик да нету куркумы ну и бог с ним не надо. Есть куркума, вот у меня есть, я добавила. Имбирь тоже очень хорошо идет. Но опять-таки, если нету, ну и не надо. Если есть черная редька, наверняка все знаете, что такое черная редька, да, гениальная вещь для кашла и так далее. Тоже сюда можно. Специи разнообразные, можно травы, да, я уже говорила, чабрец, розмарин, орегано можно, можно еще какие-то добавить, да. Апельсины, мандарины, любые, да, лимоны, то есть цитрусы абсолютно любые, что там можно. Ну и, конечно же, всякие разные приправы, да, типа палочки корицы сюда запихнут, почему нет, да, там черный перец, я уже говорила, может быть, там еще что-то, да, то есть вот прям анис можно, то есть все, что угодно, то есть оно получается такая концентрация полезностей. Вот. Значит, вы оставляете, заливаете это все сырым уксусом, да, то есть который нефильтрованный, непастеризованным уксусом заливаете, ну, либо своим, вот Маша, хорошо, мне кто-то есть. Вот. У меня тоже свой есть, просто у меня недостаточно его, он слишком вкусный, я не хочу сюда. Тут слишком много надо будет, почти 2 литра я сюда вывела. Мой вкусный, его там мало уже осталось, надо его еще сделать. Вот. Кстати, у кого есть камбуча, тоже можно очень хороший вкус сделать. Очень интересный. Особенно, когда вот яблоки сейчас пойдут, ну, не сейчас, там, через полгода, чуть больше. Значит, ставите в темное место на 3 недели, да, лучше всего всегда советуют делать, ну, такие травники-травники, да, на восходящую луну. Ну, тут уж как получится. Мы у нас, вот, не сильно восходящая. Вот. Ну, в принципе, она еще восходящая, но уже как бы заканчивается. Вот. И после этого мы с вами встречаемся, да, в сторис я уже там вам сброшу еще координаты Олы, да, если вы захотите, там, немножечко больше про вагуста нет, узнать. Вот. Плюс она еще является автором методики активации вагустного нерва, да, то есть к ней может быть записаться и там на разнообразные, на консультацию можно к ней. Вот. Ну, плюс она проводит бесплатный вебинар, очень интересный, познавательный и вообще, ну, и дает вот техники. Вот. Можете у нее технику загрузить, да, и тогда уже в сторис я ее уже брошу. Еще раз брошу рецептик вот Фидра, да, ну и, в принципе, все, да, дорогие мои, все замечательно, что вы тут были со мной, да, благодарю вас, вам всем замечательного денька, и тогда встретимся, ну, мы еще на этой неделе пару раз встретимся с вами, но вообще вот по этой теме мы с вами встретимся недели через три. Все. Обязательно пишите себе бумажечку, да, или там, фломастерам специальным, датам, когда вы это сделали. Все. Давайте.